Солнечногорск 23 января 1995 года мир стоял на пороге ядерного апокалипсиса. По данным, полученным со спутника, по России был произведен запуск баллистической ракеты «Трайден-Д-5». Через 20 минут она могла уничтожить любой из северных городов, включая базу подводных лодок под Мурманском. Ситуация была критической. Президенту Ельцину принесли ядерный чемоданчик. И он незамедлительно связался с министром обороны. Стратегические силы были приведены в полную боевую готовность. В зоне обнаружения локаторов. Есть передача в ЛССКУ. Подбереждаем приказ боевой режим. Есть обнаружение. Есть захват. Донесение спусковых. 1.10. Система управления включена. Была полная уверенность, что пропустить удара мы не можем. Эксплуатируется система 30 с лишним лет уже. Выходов из строя ее ни разу не было. Российские стратегические ракеты остались на своих позициях. Позднее выяснилось, что спутники засекли норвежскую геофизическую ракету, сообщение о запуске которой затерялось в кабинетах МИДа. Но отечественная система предупреждения о ракетном нападении предотвратила роковую ошибку. Внимание! Ракетное нападение. Этот страшный сигнал может быть получен только один раз, когда ракеты противника стартовали и обнаружены на траекториях полета. После этого последнего предупреждения обратного пути уже нет. До падения боеголовок противника останется всего 20 минут. Процесс запуска стратегических ракет длится около четверти часа. Так что у Верховного Главнокомандующего имеется всего 5 минут, чтобы отдать приказ об ответ на встречном ударе. Этим резервом времени он располагает именно благодаря системе предупреждения о ракетном нападении. Сегодня мы впервые расскажем о том, как она создавалась и как на протяжении 35 лет шла ожесточенная борьба за эти драгоценные 5 минут, цена которым жизнь всего человечества. Последнее предупреждение 12 января 1969 года секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов получил от КГБ тревожные данные, что в США поставлены на боевое дежурство новейшие ракеты «Минитмен» с разделяющейся головной частью и комплексом маскировки боеголовок. Это сообщение было подобно бомбе. 15 лет, начиная с 1954 года, Советский Союз создавал противоракетную оборону. На нее были потрачены миллионы рублей. И вот оказалось, что все это напрасно. Защитить страну от новых американских ракет она не могла. Обычный воздушный шарик и елочный дождь. Казалось бы, безобидные предметы. Но именно они, по сути, поставили крест на эффективности любой системы противоракетной обороны. В середине 60-х годов конструкторы снабдили ракеты надувными имитаторами боеголовок и лентами из фольги. На экране радара они превращались в тысячи ложных целей, среди которых прятался смертоносный заряд. А значит, боевую часть поразить было практически невозможно. Ситуация с системой противоракетной обороны оказалась настолько сложной, что советское правительство пошло на чрезвычайные меры. В феврале 1969 года по приказу секретаря оборонной промышленности Дмитрия Устинова виднейших советских ученых в области систем ракетно-космической обороны в буквальном смысле взяли под стражу, поместив их в одном из подмосковных пионерлагерей. Перед ними поставили задачу – выработать новую концепцию защиты от ракетного оружия. Он недели 4 или 5. Мы промучились в обсуждениях, в жарких дискуссиях, в спорах. Ну и в конце концов, значит, такой вот документ с рекомендациями был выработан. Этот важнейший документ не утратил актуальности и сегодня. На его основе строились дальнейшие работы в области систем ракетно-космической обороны. Совершенно секретно. Особой важности. 20 апреля 1969 года. Москва. Только для членов политбюро ЦК КПСС. Учитывая решающую роль информации о текущем состоянии ракетно-космической обстановки и ее изменениях в ходе возможного военного конфликта, необходимо считать приоритетной разработку информационных компонентов РКО – систем предупреждения о ракетном нападении и контроле космического пространства. Выдержка из доклада комиссии по вопросам РКО. Новая концепция базировалась на шокирующем утверждении ученых о том, что создание противоракетной обороны от массированного применения стратегических ракет невозможно. Единственной защитой могла стать своевременная и точная информация о батареях, что позволяло бы нанести встречный удар, пока ракеты противника еще в полете. Все ядерное сдерживание, оно держалось на устрашении. Если ты ударишь, то я ударю, и мы оба, как говорится, погибнем. Политбюро, ознакомившись с выводами ученых, решили собрать все имевшиеся ресурсы в области систем ракетно-космической обороны под единым началом. 15 января 1970 года было создано Центральное научно-производственное объединение «Вымпел». Должность главного конструктора СПРН предложили одному из авторов новой концепции Владиславу Репину. Репин в свое время – чрезвычайно способный, авторитетный, молодой человек. Когда мы присмотрелись к его работе, мы настоялись, чтобы он был бы назначен главным конструктором комплексной системы предупреждения о ракетном нападении. В юности Владислав Репин никогда не мечтал стать военным ученым. В 1952 году его, как золотого медалиста, без экзаменов, зачислили в Московский институт международных отношений. Но в приемной комиссии он увидел объявление о наборе физико-технический институт. Я забрал из ГИМО свои документы и подал заявление на прием в физико-технический институт. А дурацкая просто самая. Мальчишеская выходка. Мальчишеская выходка неожиданно позволила Владиславу Репину обрести свое призвание. В конце 50-х он сделал революционный метод управления по радиолокационной карте местности, до сих пор применяемый в крылатых ракетах. Затем разработал проект комплексного контроля космического пространства. И вот теперь ему предстояло создать абсолютно надежную систему предупреждения о ракетном нападении. Во многом благодаря Владиславу Репину, драматичное противостояние двух сверхдержав не переросло в ядерную войну. Но на этом пути были огромные проблемы. 1971 год. Война в Индокитае серьезно подорвала экономику США. Впервые за 100 лет президент Ричард Никсон объявил о торговом дефиците. Однако, несмотря на это, военные расходы не урезались. Более того, Министерство обороны Соединенных Штатов разместило заказы на разработку нового поколения ракет. Минитмен-2, Бершинг-2 и Паларис. Пытаясь добиться военного превосходства над СССР, США развертывают новый вид ударных и наступательных сил, твердотопливной ракеты и Минитмен-шахтного базирования. Пока Советский Союз не имел полноценной системы предупреждения, у пентагоновских ястребов сохранялся соблазн застать его в расход, уничтожить стратегические пусковые установки и одержать победу. Таким образом, чрезвычайная угроза возможности при обострении развернувшейся уже холодной войны нанесения внезапного массированного удара с территории Соединенных Штатов Америки по объектам Советского Союза существовала. Из-за постоянной угрозы создание СПРН в Советском Союзе началось раньше, чем в Соединенных Штатах. Но долгое время политическое руководство, верившее в возможность создания ПРО, отводило ей второстепенную роль. С большим трудом к концу 60-х годов под руководством академика Александра Минца был создан первый комплекс раннего обнаружения ракет. В него входили две радиолокационные станции Днепр под Мурманском и Ригой, а также экспериментальный командный пункт в Солнечногорске. Но этот комплекс пока не мог обеспечить необходимого запаса времени и надежности. Кроме того, у Советского Союза в конце 60-х годов появились новые потенциальные противники. Вслед за государствами НАТО в сферу влияния агрессивного военного союза втянуты Пакистан, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Израиль, Египет, Испания, ЮАР, Тайвань, Япония. В нашей политике внешней сфокусировалось противостояние со всем миром. Мы были в контрах с Соединенными Штатами Америки, мы были в контрах с НАТО, мы были в контрах с Западной Европой, и мы были в контрах с Китаем. Опыт подсказывал Репину, что систему предупреждения о ракетном нападении нужно делать эшелонированной. Первый рубеж – космический. Только он мог обеспечить обнаружение ракет сразу после старта. Следующий состоял из РЛС, которые образовывали сплошное круговое радиолокационное поле. Если образно сравнить СПРН с человеком, то радары и спутники соответствовали зрению и слуху. Роль мозга отводилась центральному командному пункту. Интересно, что в отличие от Америки, где всю информацию получал дежурный оператор, который потом объявлял сигнал тревоги, наши военные потребовали иного подхода. Однажды на новый командный пункт системы предупреждения приехал командующий войсками ПВО страны маршал Советского Союза Павел Батицкий. Посмотрев на индикаторы главного пульта, он неожиданно сказал – не годится. Почему? – спросили сопровождавшие его конструкторы. Прославленный военачальник ответил – посадишь солдата, он будет о девушках думать и в конце концов пропустит ракету. Посадишь генерала – зрение уже не то и тоже пропустит цель. Поэтому дайте нам автоматику и сделайте так, чтобы она не подводила. Решить эту задачу можно было только с помощью ЭВМ. Специально для КПСПРН в Институте вычислительных комплексов под руководством Михаила Карцева была создана электронно-вычислительная машина М-10. Полный комплект ее оборудования размещался в 10 пультах и 31 шкафу. В них было установлено 386 тысяч микросхем. Однако из-за отсталости элементной базы, на деле, весь этот монстр не дотягивал даже до сегодняшних персональных компьютеров. Если тактовая частота у современных персоналов уже гигагерцов достигла, то там тактовая частота была меньше мегагерц. Но, тем не менее, производительность, надеюсь, обеспечивалась более 10. Эквивалентная производительность более 10 мегагерц. Это причем именно за счет архитектурных ухищрений. Разработчики машины сумели выжать из скромных возможностей поразительную для того времени производительность. 5 миллионов операций в секунду. М-10 и ее последующие модификации до сих пор верно служат в системах контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении. Сохраняя в памяти все варианты возможных угроз и характеристики ракет вероятных противников. В начале 70-х главной задачей программистов «Вымпела» стало научить ЭВМ отделять ложную информацию от истинной. Но сначала нужно было самим понять, с чем придется бороться. Для этого они написали десятки сценариев ядерного апокалипсиса. По существу мы моделировали весь процесс и полета баллистических ракет, развода боевых блоков. То есть сам процесс, так сказать, создания системы, он в первую очередь и в полной мере опирался на результаты моделирования. Особое место в системе предупреждения занимал комплекс обовещения «Крокус». Его задача заключалась в том, чтобы в режиме реального времени отображать всю ракетно-космическую обстановку и мгновенно передавать информацию о нападении до высшего руководства страны и вооруженных сил. В этот комплекс входит таинственный ядерный чемоданчик, ставший одним из важнейших символов государственной власти. В середине 70-х годов в Америке сержант охраны авиационной базы попытался расстрелять атомную бомбу. Выстрелами из карабина он сумел сбить пять из шести устройств защиты, прежде чем его обезвредили. Президент США Джерард Форд был поражен случившимся и приказал разработать устройство, позволяющее ему лично контролировать ядерное оружие. Тогда американские ученые создали специальный комплекс связи со стратегическими силами, уместившийся в кейсе. Вскоре у председателя КГБ Юрия Андропова появились чертежи этого сверхсекретного изделия, которое позже станет известно как ядерный чемоданчик. В Советском Союзе тоже разработали свой ядерный чемоданчик. В нем, кроме связи с Генеральным штабом и кодов управления стратегическими силами, разместился конечный терминал СПРН с информацией о ракетно-космической обстановке. Это дает возможность Верховному Главнокомандующему самостоятельно оценивать угрозу и принимать решения о вариантах ответа. Мне вместе с Репиним и командующим армией, замечательным командиром, в честь и слава ему, Владимир Константинович Стрельников, который командовал армией предупреждения ракетного нападения, было нарисовано, вручную изображено табло, так называемое кракушенок. Это небольшое табло, на котором также были показаны основные ракеты опасной направлении, собственно, развернутый горизонтально глобус в уменьшенном естественном масштабе. В ноябре 1976 года первый ядерный чемоданчик получил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР Леонид Брежнев. Познакомить руководителя государства с новой техникой поручили главному конструктору СПРН. Очень внимательно в течение полутора часов меня слушал, задавал вопросы, выяснял вопросы весьма неглупые, хотя это было в те времена, о которых ныне про Леонида Ильича пишут, что он впал в маразм. Вот я тогда маразмом в нем не занялся. В том же году завершались государственные испытания первой очереди комплексной системы ПРН. Последней проверкой должны были стать реальные пуски ракет, имитирующих атаку с различных направлений. Сутки перед этой ответственной операцией превратились для разработчиков в кошмар. Сначала выяснилось, что кто-то решил улучшить боевую программу, не поставив в известность главного конструктора. В результате система, образно говоря, сошла с ума. Восстановили программу лишь к двум часам ночи. Поехал я хоть вздремнуть немножко. Приехал на квартиру в городок, только там расположился поужинать, расположились мы с компанией поужинать. Вдруг звонок, что Мурманский узел прекратил взаимодействие. Что такое? Бульдозер копал канаву, перерезал кабель. Починили кабель всего за несколько часов до испытаний. Несмотря на все превратности, проверка прошла на отличие. Американцы были поражены тем, что в Советском Союзе сумели создать полностью автоматизированную систему, от которой они отказались в силу ее сложности. Совершенно секретно. 5 декабря 1976 года. Вашингтон. Президенту США Джеральду Форду. По имеющимся данным, Советская система предупреждения о ракетном нападении тесно связана со средствами контроля космоса и противоракетной обороны. Фактически все три компонента представляют единую систему, которая работает в полностью автоматическом режиме без участия человека. Директор ЦРУ Джордж Буш. В декабре 1976 года первая очередь системы ПРН была поставлена на боевое дежурство. В нее вошли пять узлов с радарами Днепр, перекрывавшими все основные ракетоопасные направления, командный пункт и комплекс оповещения Крокуса. СПРН была взаимосвязана с системой контроля космического пространства и дополнительно отслеживала объекты в космосе. Информация о текущей обстановке постоянно транслировалась на командный пункт системы ПРО и служила предварительным целеуказанием. За создание первой очереди комплексной системы предупреждения Владиславу Репину присвоили звание Героя Социалистического Труда. Однако от помпезного награждения в Кремле он отказался. Я специально попросил, чтобы меня не выделяли. Награждали очень большую группу сотрудников. Человек 150 одновременно награждали. Ну и мне вместе со всеми. Испытания наглядно продемонстрировали, что по реакции и степени достоверности система предупреждения превосходит все средства разведки. Но пока она могла обнаруживать ракеты противника уже в полете всего за 15-20 минут до падения боеголовок. Для нанесения ответно-встречного удара этого было недостаточно. Поэтому еще до окончания первого этапа строительства СПРН начался следующий по созданию космического эшелона обнаружения ракетных пусков. Космический эшелон давал максимальное предупреждение. Он сразу мог, где бы ни взлетала ракета, можно было ее сразу засечь. И тогда сказать противнику, что вот у меня есть такая система, если ты будешь такую штуку, ну ты получишь, скажем, сразу подъем наших ракет. Если тебе это нравится, то, пожалуйста, мы все погибнем. 1977 год. Весь мир следил за подготовкой к уникальному эксперименту знаменитого путешественника Тура Хейртала. На судне, построенном древнешумерским способом из камыша, он хотел переплыть Индийский океан. Далекий от политики ученый не знал, что океаны, как и суша, давно превратились в огромную военную площадку. Впоследствии Хейртал сожжет свою судну в знак протеста против милитаризации планеты. Совершенно секретно. 20 ноября 1977 года. Москва. Председателю КГБ СССР Юрию Андропову. Фирма Мартин Мариетто по заданию стратегического авиационного командования США приступила к разработке межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения МХ. Она обладает высокой степенью живучести и предназначена для применения в длительной ядерной войне. Начальник первого главного управления КГБ СССР Владимир Крючков. В США новой ракете МХ дали циничное название «Бишмейкер» — «Миротворец». Главным ее качеством была неуязвимость. С задачей контроля могли справиться только космические аппараты системы предупреждения, работающие в реальном режиме времени. И способные обнаруживать ракету на вылете. Поэтому, несмотря на высокую стоимость, руководство СССР финансировало этот проект бесперебойно. Общее руководство по созданию космической системы предупреждения, получившей название «Универсальных спутников контроля» — УСК, было поручено Институту Комета во главе с академиком Анатолием Савиным. Однако с первых дней конструкторы столкнулись с серьезной проблемой. Считалось, что обнаружить ракету можно только с низкой орбиты на расстоянии около 4000 километров. Поэтому для непрерывного наблюдения за территорией противника необходимы были десятки космических аппаратов. Ну, сделать такую систему в то время, которая бы имела группировку спутников 50 или больше штук, мало того, в то время спутники у нас летали довольно часто отказывая, то эксплуатировать такую систему было практически невозможно. Решение проблемы построения космического эшелона нашлось совершенно неожиданно. В 1970 году для проверки аппаратуры обнаружения старта ракет был запущен экспериментальный спутник. Вслед за ним должны были запустить ракету, которую и планировалось обнаружить. Но ее старт неожиданно был отложен. Не зная об этом, конструктор расшифровал данные, полученные со спутника, и доложил руководству, что аппаратура зафиксировала работу реактивного двигателя ракеты. Так как ракета реально не взлетала, коллеги подняли его на смех. Но когда выяснилось, что с высоты 3000 километров спутник увидел тепловой след случайно пролетавшего реактивного самолета, все были просто шокированы. Пересчитав параметры на известные характеристики баллистических ракет, выяснилось, что их можно было обнаруживать с высокоэллиптических орбит в 45 тысяч километров. На подобной орбите спутники как бы зависают в верхней точке на несколько часов. Поэтому по количеству для контроля за той же территорией их требовалось гораздо меньше. 24 декабря 1974 года экспериментальный аппарат впервые обнаружил старт американской ракеты «Минетмен» с базы «Вандерберг». А уже в 1977 году система ОСК была передана в опытную эксплуатацию. Сегодня космическую группировку системы предупреждения составляют 12 спутников нового поколения, получивших название «Око-1». Развитие средств обнаружения едва успевало за новой ракетной техникой. Когда в начале 70-х появились боеголовки с необычайно малыми размерами, правительство поставило перед разработчиками СПРН задачу сделать более мощные радары. В Радиотехническом институте была создана станция нового поколения «Дарьял». Станция «Дарьял» создавалась по требованию заказчика в то время самыми жесткими требованиями. Она должна была обнаружить головку, так сказать, зарядной ракеты с размерами порядков футбольного мяча на расстоянии 6000 километров. «Дарьял» стал первым радаром с фазированной решеткой. Мощность его излучения была сопоставима с энергопотреблением города средних размеров. Новым станциям правительство придавало настолько большое значение, что приняло решение о строительстве узлов в Печоре и азербайджанском городе Мингачиури без полноценных полигонных испытаний. И это едва не привело к трагедии. Секретно. 27 июня 1979 года. Вашингтон. Президенту США Джимми Картер. Средствами оптического наблюдения на территории СССР в районе Печоры обнаружен столб дыма. Наиболее вероятной причиной является пожар, на строящийся там РЛС. В этот день главный конструктор «Дарьяла» Виктор Иванцов наконец сумел вырваться в лес за грибами. Увидев дым, он немедленно бросился на станцию. Горело радиопрозрачное полотно, передающие антенны. Штатных средств пожаротушения там еще не было. И солдаты вынуждены были тушить пожар с крыши. Два солдата там тушили из шлангов. Один был маленький такой солдатик, еле держал шланг, поэтому и стоял у края этого антенны. Антенна все-таки высота порядка 50 метров, так что это очень малоприятно смотреть вниз. Вот. И я как у него взял этот шланг, попытался там посмотреть и тушить. Первым в Москве информацию о пожаре получил председатель КГБ Юрий Андрофов. Который сразу сообщил о ЧП министру обороны Дмитрию Устинову. Менее чем через час в Печору уже вылетела комиссия по расследованию аварии. Причиной пожара оказалось аномальное физическое явление и радиопрозрачное покрытие антенны, считавшееся абсолютно негорючим. При локальных концентрациях, очень высоких локальных концентрациях поля, этот материал выделяет газ горючий. Достаточно было искры. После этого ЧП конструкторы внесли изменения и спустя год станция была восстановлена. Когда пришло время снова ее включать, из командования РКО никого не оказалось на месте. Владиславу Репину и главному конструктору Дарьяла Виктору Иванцову пришлось принимать решение самим. Глубокой ночью они вывели станцию на полную мощность. Подождав для верности пару часов, главные конструкторы уехали в гостиницу. Утром, возвращаясь на станцию, они снова увидели огромный столб дыма над ней. Иванцов мрачно пошутил. Ну что, едем прямо или сразу налево? Дорога прямо вела к радару. Налево в Печорскую исправительную колонию. Репин в тон настроению ответил. Налево нельзя. Там без особиста не примут. Так что давай сначала прямо. Но в колонию ехать не пришлось. Оказалось, что горел рубероид, который солдат умудрился уронить прямо на горячий сварочный шов. В 1983 году Менгочиурские и Печорские радиолокационные узлы были поставлены на боевое дежурство. Станции Дарьял до сих пор считаются самыми мощными в мире РЛС метрового диапазона. Благодаря антенне с активной фазированной решеткой и мощному вычислительному комплексу они способны сопровождать до 20 сложных целей. Печорский узел мог обнаружить американские ракеты уже над территорией Канады. То есть за 30 минут до падения боеголовок. В середине 80-х советская система предупреждения о ракетном нападении достигла своего пика. Благодаря компьютерной графике вы впервые можете представить принцип ее действия. Космические спутники фиксируют старты ракет противника по инфракрасному излучению двигателя. На КП УСК с помощью сложнейших программ данные анализируются и вырабатывается сигнал «Внимание! Старк!». Информация о точках пуска, направлении движения, количестве и типах ракет передаются на центральный КП СПРН. Здесь сведения вновь пропускаются через компьютеры. Если они признаются достоверными, их с помощью системы Крокус автоматически представляют на центральный командный пункт вооруженных сил и верховному главнокомандующему. Но это лишь оповещение об угрозе ракетного нападения. Спустя еще несколько минут наземные радиолокаторы получают дополнительные данные о траектории, времени полета и точках падения боеголовок. ЭВМ окончательно определяет степень опасности для страны и, если таковая есть, выдает сигнал «Ракетное нападение». Для эксплуатации этой сложнейшей системы в войсках ПВО СССР была сформирована отдельная дивизия предупреждения о ракетном нападении, позже преобразованная в армию. Первым ее командующим стал Владимир Стрельников. Самое сложное было – это влиться в те задачи, уникальные задачи, которых в советской армии никогда не было. Что такое дивизия? Дивизия должна или летать, или на танках ходить, или в море ходить, или стрелять. А тут вдруг ничего этого нет. На офицерах армии ПРН лежит колоссальная ответственность. Только им известно, как часто стоял мир на пороге ядерной катастрофы. В январе 1978 года секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко посетил дальневосточный радиолокационный узел предупреждения. Попросил, значит, чтобы сымитировали этот самый ракетный удар со стороны Китая. И командир, вместо того, чтобы запросить командира дивизии, командир дивизии запросить командующего армией, этого не сделал. И пустили групповой китайский удар по территории Советского Союза. В конце 70-х отношения КНР и Советского Союза были чрезвычайно сложными. Китай располагал 150-ю стратегическими ракетами «Дун-2» и был готов взять реванш за поражение в приграничных конфликтах 1969 года у острова Даманский и озера Жала-нашколь. Так что сообщение о китайской атаке выглядело вполне правдоподобно. Но на центральном командном пункте системы дежурят самые опытные офицеры, которые для проверки связали с узлом. И поняв, в чем дело, передали сигнал «Тревога ложная». Это произошло за 7 минут до предполагаемого падения боеголовок. Министр обороны Устинов был в страшном гневе и потребовал уволить командира части без пенсии. И хотя причина была не связана с техникой для конструкторов, это происшествие стало тревожным сигналом. С одной стороны было успокоение, что это не выскочило. А с другой стороны, конечно, было неприятно. Это, в общем-то, свидетельство того, что мы чего-то недоработали, раз нет достаточной защиты. Извините за грубое слово, но тем не менее термин используется от дурака. После этого случая в компьютерные программы были внесены изменения. Сегодня система предупреждения не примет демонстрационную программу без санкции ЦКП. Но, пожалуй, самый опасный случай произошел 26 сентября 1983 года. В этот день на командном пункте космического эшелона СПРН неожиданно прозвучал сигнал тревоги. Спутник обнаружил запуск из США по территории СССР пяти баллистических ракет «Минитмин» с десятью ядерными боеголовками каждой. Взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР в то время были крайне напряженными. Президент США Рейган открыто призывал к войне с Советским Союзом. К тому же накануне КГБ получил информацию о возможном ракетном ударе во время учений стратегических сил «Эйбл Арчер-83». На командном пункте системы, где дежурил в это время полковый, подполковник, инженер, хороший специалист Сергей Евграфович Петров. Он быстро сообразил, оценил, что отметка о старте баллистической ракеты, которую выдал аппарат, находится вне расположения границ американских ракетных баз. 19 января 2006 года в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН россиянину Станиславу Петрову была вручена хрустальная статуэтка с надписью «Человеку, спасшему мир от ядерной войны». Не умаляя заслуг полковника Петрова, сегодня можно раскрыть секрет. 26 сентября 1983 года автоматика Центрального командного пункта СПРН всего через 30 секунд признала пуск ложной тревогой. Так что награду нужно было бы разделить с главным конструктором системы Владиславом Репиным и еще тысячами ученых и инженеров, создавших самую надежную на Земле систему предупреждения о ракетном нападении. За 35 лет ее существования руководству страны не было выдано ни одного ложного предупреждения о ракетном нападении. Мне доставляет самое большое удовлетворение сознание того, что я могу что-то сделать, решить какую-то задачу, всерьез разобраться в какой-то проблеме и решить ее. Это для меня самое большое удовлетворение. И именно собственное убеждение в том, что я способен это сделать. А оценка сторонняя для меня значительно меньшее значение. 10 ноября 2004 года на авиабазе «Эдвардс» США испытали противоракетный боевой лазер. Новая система на базе самолета «Боинг-747» способна отслеживать пуски ракет с любых комплексов и тут же их уничтожать. Они к этому относятся очень серьезно. И у них, образно говоря, под зонтиком в таком случае, под зонтиком будет, естественно, Соединенные Штаты Америки, и они могут контролировать запуски ракет с территории любого государства и с любого расстояния. И все же специалисты отмечают мощный рывок США в области развития средств воздушно-космического нападения и систем противоракетной обороны. Пентагон уже запланировал траты в объеме до 50 миллиардов долларов на создание многоэшелонированной защиты от ракет. Важной ее частью как раз и станут лазерные установки воздушного базирования. Благодаря СПРН и стратегическим силам Россия в ближайшие десятилетия может не опасаться массированного ядерного нападения. Однако сегодня для нашей страны существует новая опасность. Развязывание войны, например, по югославскому сценарию. При этом ответить на удары обычного высокоточного оружия ядерными ракетами сегодня вряд ли кто-то решится. Потому что это может иметь более катастрофические последствия. Поэтому перед учеными сегодня поставлена задача создания нестратегической противоракетной обороны, способной уничтожать все виды ракетного наступательного вооружения. Вместе с другими составляющими воздушно-космической обороны она позволит защитить суверенитет России в 21 веке. Редактор субтитров А.Семкин